Ситуация в шестом микрорайоне накаляется. Нежелание платить неоправданно завышенную сумму за коммунальные услуги стало причиной начала больших разбирательств в управляющей компании ДЭС-6, которые, кажется, достигли точки кипения. Нервы сдают не только у жителей, но и у руководителей ДЭСа. Почему, выясняла Юлия Погасьян. Начавшаяся год назад история набирает обороты. Противостояние между жителями шестого микрорайона и их управляющей компанией. Причина таится в том, что люди недовольны суммой оплаты за коммунальные услуги. Они уверены, плата взымается не по счетчикам и явно завышена. Сами разобраться в проблеме не смогли. Инициативная группа попросила о помощи. После чего на ситуацию обратили внимание государственная жилищная инспекция. Выездная проверка началась чуть больше недели назад. И представитель общественной палаты Московской области. Визиту Андрея Губанова в ДЭС-6, кажется, были не рады. На вопрос, где найти главного инженера, сам главный инженер ответил. Ну как мы с ним можем созвониться? Платить вообще кто-то? Так это просто смешно. Спросите у диспетчера. Хорошо. Эти кадры были сняты на телефон. В поисках главного инженера ДЭС-6, у которого, между прочим, этот день был приемным, люди пробыли на морозе несколько часов. Все потому, что двери управляющей компании заперли изнутри. Пускать жители и представители общественной палаты сотрудники не хотели. Но люди, желающие достучаться до правды, все же сумели попасть внутрь. Вы можете представиться, кто вы вообще являетесь? Я? На сегодняшний день. Я даже не знаю, что я не знаю. Сейчас на должности главного инженера уже другой человек. Я корову не мою. Вы бывший? Да, я бывший. Бывший главный инженер долго разговаривать не стал. Попросил всех удалиться, а когда жители стали требовать предоставить им документы, и вовсе не сдержал эмоций. Не надо вести себя так, понимаете? А как, извините, я просто стояла. А я хотел выйти, а вы меня не пустали. Маме что вы хотели? А я хотела стоять здесь, да. Закройте. Ну давайте закройте. Наш комментарий. Ну, видите, нас уже закрывают в помещении управляющей компании. Ну вы что творите? Вообще совершенно происходит полный беспредел. До окончания проверки выездной комиссии Государственной жилищной инспекции осталось недолго. 10 марта будут известны ее результаты. И тогда ситуация полностью прояснится. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, ФИДНТВ. А мы продолжаем обсуждение темы с членом Общественной палаты Московской области Андреем Губановым. Андрей, здравствуйте. Расскажите, вот вы были на месте событий, в чем же там проблема? Может быть, поподробнее сейчас? Да, действительно, ко мне обратились жители домов с жалобами на то, что управляющая компания не идет с ними на контакт. Отказывается предоставлять любую информацию, относящуюся к техническую информацию, относящуюся к домам, где они живут. Вместе с представителем комиссии Государственной жилищной инспекции в настоящий момент идет проверка управляющей компанией. И с жителями я прибыл в управляющую компанию. И как мы увидели из сюжета, двери управляющей компании перед нами закрылись. Более того, главный инженер дома начал утверждать сначала, что он не главный инженер. После чего заявил, что он написал заявление об увольнении, через две недели должность покинет, отказывается по этой причине общаться в том числе и со мной. Я уж не говорю про жителей. У меня вообще сложилось такое впечатление, что мы пришли не в управляющую компанию, которая занимается управлением целого микрорайона города, а какое-то подпольное казино. Потому что такого поведения я нигде не видел. Что касается самой деятельности управляющей компании, безусловно, она вызывает некие вопросы. В настоящий момент говорить о чем-то рано, потому что идет проверка. Но само даже поведение сотрудников управляющей компании говорит о том, что действительно, наверное, присутствуют те факты, о которых говорят жители. Многочисленные нарушения есть. Но вот смотрите, инспекция продлится до 10 марта. А какие дальнейшие действия со стороны общественной палаты области будут в дальнейшем? В середине марта комиссия общественной палаты по ЖКХ и контролю над управляющими компаниями проводит очередное заседание. Я уже внес предложение на обсуждение вопроса работы управляющей компании ДС-6 на комиссии. А мы пригласим также представителей Государственной жилищной инспекции Московской области для того, чтобы они смогли прокомментировать эту ситуацию. И, может быть, совместными усилиями мы поможем жителям. Я думаю, что мы вместе. Телеканал «Видное ТВ» тоже будет следить за развитием событий. А я напомню, что в нашей студии был член общественной палаты Московской области Андрей Губанов.